В Баку проходит традиционная международная выставка собак. На этот раз в столицу съехались преимущественно гости из России. Судят мероприятия эксперты из разных стран мира. По правилам конкурса сюда должны приводить исключительно собак, имеющих родословную. Их делят по породе и классу. Щенки, юниоры, средний класс, открытый класс, то есть взрослые, и серьезный класс – это чемпионы. Если есть ветераны и рабочий класс, их участие также приветствуется. Потом выбирается из каждого класса лучшая собака. И потом отдельно суки и кобели. Потом они сравниваются, из них выбирается лучшая собака по породе. Потом на главном ринге собаки разделяются по группам ФЦИ. У нас 10 групп ФЦИ. И в каждой группе выбирается из всех собак этой группы самая лучшая собака в группе. Это Best in Group. Лучшая собака группы. А потом из этих 10 собак уже выбирается лучшая собака в выставке. Это Best in Show. Очень часто на таких выставках побеждают наиболее эффектные собаки, говорят эксперты. Это йоркширские терьеры, овчарки, американские кокеры и шпицы. В каждой породе собака получает оценку. И та, которая показала себя на отлично, заслуживает сертификат кандидата в чемпионы. И томец должен набрать определенное количество таких дипломов, чтобы стать лучшим. А вот сколько? В каждой стране свои правила. Если это национальная выставка, она становится чемпионом конкретной страны. Если это интернациональная выставка, собачка должна участвовать как минимум в четырех выставках интернациональных. И одна из выставок должна обязательно быть в своем, в своей стране. И когда он собрал эти четыре сертификата уже на интернациональной выставке, тогда она уже может претендовать на интернациональный чемпион, международный чемпион. Юлия Стрельченко не дебютант в таких мероприятиях и также не в первый раз в Баку. Летом она вместе со своими собаками уже приезжала в Азербайджан. Домашние питомцы живут у Юлии уже больше десяти лет. Первый появился в 1999 году. Нам очень нравится организация, очень нравится та атмосфера, которая на этой выставке царит. Очень нравится город Баку, очень красивый, очень такой пышный, нарядный. Поэтому с удовольствием всегда приезжаем. Для того, чтобы заслужить отличную оценку, собака должна иметь хорошую шерсть. Так гласит одно из правил конкурса. Учитывая это, Ольга Бирюкова весьма внимательно следит за своими собачками. Первый мальтез у меня появился три года назад. Это более старшая собака. Сейчас у меня еще есть одна молодая собака. Уход за ними достаточно трудоемкий. Все-таки шерсть белая, шерсть шелковистая. Она крутится в папильютке, в такие специальные бумажечки, чтобы она не сваливалась, не скатывалась, не секлась. Ну, старшая собака у нас мультичемпион, чемпион десяти стран. А младшая пока только юный чемпион России. По возрасту больше еще пока ничего не выиграла. Сейчас надеемся на дальнейшие достижения. Ольга Котлерова приехала из Краснодарского края России. Своих больших собак она судям уже показала. Впереди очередь за малышкой, говорит девушка. Ольга уверена, у ее собачки по кличке Зина должен быть успех. Ведь она не с простой родословной. Это Зина, пекинес. Ей 15 месяцев. Приехала она в Баку в первый раз, но 4 года назад здесь был ее папа. И выиграл всю выставку. Поэтому мы сегодня пришли по его стопам. Зинаида хороший характер. Ну, в общем, пекинесы все с хорошим характером. Прекрасный друг для семьи, детей, мам, бабушек, дедушек. Папа Зинаиды почему не учат? Папа Зинаида, ну, он уже мальчик в возрасте. Уже имеет много титулов. Поэтому он, как говорится, дорогу молодым. Международная выставка собак продлится в Баку до 20 октября включительно. Посетить ее может каждый желающий. Мехребанка, Сумова, Руфат Олегперов, CBC. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...